привет сегодня мне очень захотелось сделать тур по моим растениям вот одну из них это шифлера знакомьтесь но про нее поподробнее я расскажу чуть позже а еще я подготовила вот такие вот таблички где можно расписать какое растение и когда именно нужно поливать как и где их найти я расскажу в конце этого видео в общем добро пожаловать в клуб юных садоводов сначала я познакомлю вас с моими растениями комнатными так сказать которые живут непосредственно у меня в комнате и это шифлера как я уже представила она у меня совсем недавно находится и еще кроме неё у меня в комнате 3 цветка шифлера это декоративное лиственное растение уход за ней достаточно простой так что подойдет и для начинающих садоводов полив шифлера любит умеренный но все-таки почва скорее должна быть влажный воздух тоже к свету она относится хорошо но на подоконник лучше и не ставьте следующая с кем я вас познакомлю это хамидорея выглядит она у меня очень бедно потому что с ним приключилась не очень позитивная история сейчас я вам расскажу в общем я ее поставила по ошибке на подоконник этого делать не стоило потому что эти растения очень не любят прямые солнечные лучи как оказалось потом если у вас затемненная комната и вы боитесь что ничего расти не будет перейти на заметку именно хамидорея вот я ее поставила на подоконник и получилось так что у нее сожгли листья поэтому мне вот недавно пришлось обрезать ей практически всю верхушку и выглядит она очень бедно но я попробую с ней как бы что-нибудь сделать видно у нее даже вот следы ожогов на стволах листиках но на не очень презентабельно но вот так вот например у нас дома стоит еще одна такая хамидорея выглядит она уже более здоровой и просто для интерьера идеально это малыш суккулент если честно я потеряла его название и у меня не сильно получается его найти вот с ним тоже немножечко грустная история потому что раз случайно у него по обламывались листья когда я убирала вот это переносила он очень-очень сильно хрупкий но самое интересное новые листья все еще растут и появляются у него поэтому у меня еще есть какие-то надежды что все с ним будет хорошо но выглядит он действительно бедненько его я купила на каком-то фестивале растений мне там особо растения тогда не очень понравились никакие потому что они все были вялые какие-то из-за того что не подливали там было душно много людей и единственное что я купила это вот такой суккулентик и он у меня стоит на верхней полке мистер плющ тоже по ошибке сначала я его ставила на подоконник не всем растениям оказывается подходит такое место как подоконник вот с этим надо как-то аккуратно и он рос как-то вверх больше и это выглядело очень как-то странно и как бы плелся вот сам горшок как только его поставил на высокую полку он начал ее как бы потихоньку оплетать и это так красиво смотрится так атмосферно в общем не очень очень нравится и так с моими комнатными растениями мы закончили так что можем передвигаться на балкон и так мы уже на балконных джунглях сейчас я расскажу не всех конечно но парочку выберу самых интересных пеларгония идеальное растение для балкона потому что она святолюбивая а во вторых очень хорошо дополняет это пространство кстати раньше пеларгония считалась аристократическим растением и мне кажется не зря мирт относится к вечно зеленым кустарником и уход у него конечно чуть более сложный чем у стандартных каких-то более простых комнатных растений но мне кажется это того стоит особенно красивая мир цветет веленбекия спутанная очень забавное название но это растение покорила меня своими кружевными листиками тем как она вьется чем-то даже похоже на плющ и тоже будет очень классно расти на какой-нибудь верхней полке хотела бы еще затронуть тему любви к себе да как ни странно видео о растениях но это тему сюда можно приплести и об этом я услышала достаточно недавно в каком-то из подкастов которые слушала и вот какая фишка любовь к себе можно привязать к выращиванию какого-то растения то есть покупаешь какой-нибудь цветочек и выращивая его ты выращиваешь ли свою любовь к себе то есть заботись и не моего листиках подливая его регулярно следя за тем чтобы ему не было жарко чтобы ему не было холодно в общем полностью заботись о нем ты как бы привязываешь к этим действием и заботу о себе и каждый раз подливая его вспоминая что о себе тоже надо точно так же как об этом растении позаботиться мне кажется это очень круто на этом все я показала вам все мои растения познакомила вас с ними и табличку про которые я говорила в начале видео можно найти в описании под моим видео перейдя по ссылке можно сохранить картинку а потом ее распечатать очень надеюсь что вам было интересно всем пока